а нет всем привет мои хорошие смотрите познакомьтесь это моя любимая игрушка люблю я эту собачку классная такая я сегодня хотела с вами поговорить серьезно конечно вы будете говорить о вина ты чуть-чуть того но на работе засыпаю выпила кофе но все равно я хочу с вами поговорить у меня внутри все копейки понимаете я хочу поговорить так что мои любимые не знаю налейте себе бокал вина чай кофе капучино и послушайте мне внимательно и конечно я нуждаюсь ваших советов потому что у меня кроме вас никого нет сегодня будет тема про мою любимую свекровь украины а извините бывшая я хочу своего сына запретить с ней общаться я раньше не была против но дело в том что мне не понравилось наш разговор с сыном я не люблю записывать чтоб мой сын не обижался но мне не понравилась одну вещь что он мне сказал я не знаю кому верить теперь или ее ахта как может ты так говорить про свою мать неужели не видно что сделала мать а что сделали они я знаю что он этот ролик посмотрит у меня нервы не хватает сидеть ему объяснить и доказывать ему вот 26 будет 25 лет я через него через столько прошла даже унижение даже плакала даже не знаю что даже с этим испанцем пока я его чуть-чуть не поменяла хотя никого невозможно поменять чтоб он достиг того что он хочет достиг даже чтоб он имел документы на 10 лет через меня то есть если бы я не вышла в замуж за него если бы я не вытерпела это все он бы не имел документы а дело в том что моя бывшая свекровь все время спрашивает про меня а почему ей так интересно когда я жила в херсоне ей неинтересно было как я живу голодная ли я как мы живем то есть она всегда мне говорила мой сын пронесет раз в неделю йогурт и все я не понимаю она все время спрашивает как твоя мама он все рассказывает куда я поехала я поехала в армению я поехала в андуру я поехала туда я поехала туда как мы живем у нас три кота у нас дом у нас машина я не хочу чтоб она знала про меня такие вещи потому что она как человек мне не нравится и когда мы с ним разговаривали мне не понравилось что сейчас скажу если что подсказывать ты мой друг короче она сказала моему сыну что типа твоя мать обещала твоего отца забрать обманула и бросила я сказала да я это сказала твоему отцу но только тогда когда он не хотел разрешение давать на тебя чтобы ты оттуда выехал потому что я каждый месяц 300 евро высылаю и не знаю куда идут эти деньги ты ходил в секом хэнде ты даже в киев приехал в порванных штанах и порванных босоножках а мне звонят и говорят алина как мы можем его отправить в европу порванных штанах и порваны босоножки я обратно высылаю деньги в киев чтобы его отели он когда это я помню а есть вещи которые говорят что не помню или не хочет да я уже четыре дня сама себя ем не знаю с кем говорить теперь я хочу вот сказать дорогинка ты моя а когда я пришла к тебе сказала что твой сына составил неделю мы голодные дай пять гривен на молоко ты сказала если ты не умеешь держать сына давай его где то мы с тобой поругались а ты сказала я тебя депортирую твою в ирмянию а сына твоего в дзидон сдам это же твой внук когда я пришла попросила пропиши сына чтобы я смогла на него какие-то помощь получать хотя бы жратву ты не прописала боялась что у тебя что-то квартиру заберу я хотя чужой никогда не когда сына моего в три года в горле нашли ленфоузель вот это думали что не дай бог что-то плохое все время брали пункцию думали худшее но слава богу бог нас помог когда на биопси убрали операцию делают моему сыну не она не папа не пришел в общем 100 евро надо было чтобы я уже говорила чтоб шрам был красивый и чтоб он после наркоза проснулся не кричал не плакал да да существует два наркоза это я узнала в украине они тоже не пришли я после этого ушла просто поняла что они мне не нужны а перед операцией я пришла мужу говорю дай завтра сына операцию будет делать я пошла сводной сестре спать помогать там детям всегда надежда была что она мне поможет привести сюда а я его детей буду бесплатно смотреть а у меня денег нету и он ушел с девочками а я вот это всю ночь не спала чтоб сына на следующий день оперировать ладно ладно насчет того с документов сыну надо делать паспорт 1500 евро звоню другу в киев алина ты понимаешь говорит 200 евро чтобы одну людям дать чтоб делать паспорт на тебе 200 евро сделала 200 евро ехала моя двоюродная сестра попросила чтоб через него через нее в общем он написал бумагу все правильно все красиво чтобы сыну сделали документы он сделал документ когда мы уже пошли все стали все заплатила в губернии мне говорят мы отказываем ему делать документы потому что папа здесь написал что когда он получить документы он должен ехать в украину и нас отказали в этом и я не смогла не делать документы я ему говорю что ты сделал дэн он говорит это так она сказал но не знаю кто из них прав в общем пока я не вышла замуж пока я это все не стерпела пока я не получила на 10 лет пока вот он через меня получил пять лет и сейчас на 10 лет я просто ему хочу задать вопрос вот ты здесь со мной уже 15 лет за 15 лет я тебе ты хотел хорошую комнату иметь ты хотел иметь корт котиков ты хотел иметь квартиру ты хотел иметь все ты имеешь но вы когда нибудь спрашивали как я себя чувствую это все что ты имеешь через чего я терплю чтоб ты этого имел документы сейчас слава богу имеешь на 10 лет сегодня ты уже сделал отпечатки пальцев через 30 дней получишь испанский документ на 10 лет и благодаря мне потому что я замужем за испанца вот скажи пожалуйста что сделал для тебя твой отец или твоя бабушка за 15 лет хоть хотя бы до войны на твой день рождения хотя бы одну конфетку высылали нет что-то сделали нет а тебе кого ты еще говоришь мне говорит он мне что я не знаю кому ведь ей или тебе то есть она и ему говорит что я его бросала они его подбирали он ей видит значит она говорит что я бросала ребенка он мне не верит что этого не было он им верит значит она все время говорит что я бросила их него отца правильно сделала до бросила почему потому что три часа ночью он с белобрысой короче чай пил типа а думать что я дура я встать я сижу в кухне и за ними слежу говорит давай-давай иди домой сейчас если она проснется вот так скажу что чай пью я просто ей сказала если бы я его любила я бы тебе сейчас сделала но я его не люблю забери его к себе после того что он мне сделал он не хотел мне ребенка отдать а мне кумама я сказала если не заберешь твоего ребенка он пропадет я сделала все даже не чужой человек привез ребенка представься как отец представляете на что я шла я привезла своего ребенка я доказала что я свои а как получилось что свекруха и помирилась я просто шла по дороге думала куда идти чтобы ребенка представляете сдать на пять лет куда-нибудь высылать туда деньги и чтоб через пять лет приехать забрать потому что через пять лет только могла бы иметь документы и вдруг и она к Сереже и Сереже сговорились так и она говорит так лучше нам короче деньги нам будешь высылать поэтому я согласилась думала лучше бабушки чем чужим людям так если я один месяц не высылала деньги они мне говорили сдадим дедом сдадим это специальную школу на выход альяж на выходных будем забирать представляете для меня эти нервы я кричала плакала не сдавайте не делайте я говорю твоя бабушка что квартиру такую красивую устроила плитки меняла за что за мои деньги говорю мне говорят у тебя нету вещей я высылаю деньги внучку одевает а тебя секонд-хендер говорю где это принято ты видела что мне люди говорили каких штанат ты хочешь я людям другим высылаю они идут и тебе скупляются ты что думал что люди тебе просто так делали эти сегодня говорили что я не знаю кому верить вот благодарность а я ему так сегодня что скажу или я или она короче хватит или разговаривайте если ты хороший сын скажи знаешь что моя мама доказала меня забрала все сделала давай если хочешь со мной говорить про мою маму ни слова я за свою маму вот так и так вот так надо говорить а потом обижаются говорят что я плохая а то твоя мама очень изменилась она похорошела она волосы перекрасила она то какая разница какая я стала ты же раньше мне как называла желторотая варменка еще что-то забыла что этот ребенок не ваш в общем девочки спасибо что вы слушали всем пока пока